МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приглашаем вас к разговору. Разговор мы начнем по делу, с американских санкций, про которые все уже давно знают, помнят. Но вот Владимир Путин подтвердил вчера в интервью Владимиру Соловьеву, что очень большое количество американских дипломатов будет выслано взамен. Причем это же даже, вот вы видите кадры этого интервью, по крайней мере, один из них. И он сказал Путин Соловьеву, что мы долго ждали с этим, мы тянули, но мы видим, что нам навстречу не идут. И главное, что он сказал, что вот этот ответ России будет чувствительным для Соединенных Штатов. Вот это вот дипломатическая высылка этих людей. Насколько чувствительным? Как вы считаете? Ну, он будет чувствительным и для наших граждан. Первое, что мне приходит в голову, что все люди, которые хотят получить визы, они, наверное, выстроятся там в огромные длинные очереди. И вообще поехать в Соединенные Штаты будет уже проблемой. То есть эта надежда туда поехать, она сильно усложнится. Вот. Потом это, знаете, это у нас вообще ведь как вам сказать. А как вы думаете, беспокоит Владимира Путина, что у кого-то возникнет проблема с поездкой в США? Ну вот, пока у него не возникли проблемы. Вот. Но дело в том, что это наш ведь специфический ответ. Чемберлинов всегда такой ставит. То есть у нас есть принцип вот такой. Бей своих, чтобы чужие боялись. И поэтому, значит, там закон, там, так называемый закон подлецов, там и все, значит. Вот если они, ну, эти санкции, антисанкции продуктовые эти, да, значит, если они нам делают плохо, давайте мы сделаем нам еще хуже. Себе еще хуже. Вот, когда заявил Владимир Путин о 755 дипломатах, которые, американских, которым предстоит выехать, которым предстоит выехать, ну, Трамп написал, откуда у нас столько нет. Народ удивился, где вот, где взять столько дипломатов, чтобы выслать. И вот, что объяснил, все-таки постарался объяснить Дмитрий Песков нам. Давайте послушаем. Это выбор США. Вчера, когда Путин говорил, он, собственно, сказал, что и дипломаты, и технические сотрудники. То есть речь идет не чисто о дипломатах. Конечно, такого количества дипломатов нет. И речь идет о и дипломатах, и лиц с недипломатическим статусом, и принятые на месте. То есть российские граждане, которые там работают. Поскольку общее количество всего персонала, это включает дипломатов, недипломатов и принятых на месте, сейчас около 1200. Вот, соответственно, и поскольку принято решение синхронизировать уровни, то есть 450, то там дальше идут математические просто расчеты. Ну, вот, пожалуйста. Это не сразу сообразил, может быть, Владимир Путин, что речь-то идет о российских сотрудниках. Потому что там из этих 1200 человек, россиян-то, может, даже половина, с ним больше. То есть люди просто решили, будут лишаться работы. Конечно, весь персонал, там всякие секретари, переводчики, технические, я имею в виду, секретари, переводчики, милиционеры, то есть полицейские, которые стоят. Их, наверное, хотя нет, их, наверное, не сократят. И вот мне даже интересно, смотрите, он потом дальше говорил, дальше он много говорил Владимиру Соловьеву тому же, что у нас есть много зон, потому что Соловьев уже спрашивал, а чем вы ответите, а чем еще можно ответить? Потому что, вот скажем, дипломатическая история, это все-таки ответ Обаме. Это вот Обама выслал в декабре, там 35 человек, это ответ Обаме, просто долго ждали, хотели, думали, что исправятся, они не исправились, выдвигают новые санкции. Вот мы ответили Обаме, дипломатов против дипломатов. Вот он отвечает так по поводу дипломатов. Но когда его спрашивают Соловьев, а чем мы еще можем ответить? Он долго перебирает какие-то сферы, какого-то сотрудничества, долго-долго, там минут три он говорит, о каких-то сферах, которые могут быть чувствительными, но потом говорит, нет, ну вы знаете, ну потом мы, может быть, даже себе больше ущерб нанесем, если будем бить по этим сферам, то мы воздержимся пока что. Да, да. Да, это, знаете, вот у писателя Галявкина был такой детский рассказ, как мальчик забил себе в голову гвоздик, чтобы парикмахер машинку сломал. Ну вот, например, это такое-то. То есть он думал, что по дипломатам, он думал, что этот гвоздик забит все-таки им, он все время говорит, это чувствительно для дипломатической сферы. А сообразить про визы и про то, что это россияне в персонал, вот эти вот там 400, 500, 600 человек, это уже, конечно, нет. Об этом подумать уже не догадался. Надо там рядом с посольством открыть специальную биржу труда новую для уволенных сотрудников. При Кремле и сразу в Кремль. И с посольства сразу в Кремль. Вот отсюда туда. Вот как вы считаете, все-таки когда он действительно не решает сказать, не решает сказать, что вот, а мы ударим по таким, по таким, по таким отраслям. Причина того, что он не решается в том, что действительно правда нечем России, вот правда нечем ущучить Соединенные Штаты. Как вы думаете? Ну, правда нечем, потому что, собственно говоря, Россия вообще не способна нанести Соединенным Штатам какой-нибудь ущерб, кроме ядерной войны, если. Ну, а так, что может? Может, Россия, Соединенные Штаты никак от России не зависит, а Россия все-таки зависит. Я не знаю, просто это, ну, единственный разумный выход, это все-таки немножко отступить от того, что сделали. Потому что у нас все время делается вид, что нас вот ненавидят просто так, хоть и ни с того, ни с сего ненавидят, а там, что Крым взяли, да, причем-то нас бы все равно ненавидели, а там Украина, а все равно бы нас ненавидели, значит, нас все равно не завидят, ненавидят неизвестно от чего, да. Значит, все-таки где-то уступить, наверное, все-таки, я даже, честно говоря, я думаю, что придется уступить все равно, но просто с большим сопротивлением, нанеся наибольший вред самим себе, потом придется все-таки как-то, вот, ведь, собственно говоря, еще есть такая возможность, когда люди, отступая, говорят, что вот мы победили, и теперь мы можем отойти назад. Ну, пускай хотя бы так будет. Пока действительно нет даже следов и намеков на это, потому что он весь разговор с Соловьем тут же начинает с того, что мы вообще не понимаем, что такое, зачем, за что, немотивированное, бездоказательное, то есть вот категорически, если кто-то блажат, вот у него вот полностью, что они блажат с этими санкциями, мы ждали, мы пытались наладить отношения, мы там жесты доброй воли какие-то предлагали, а они блажат. Вот нас не за что, а они наказывают. Да. И когда же это прозрение-то наступит? Вот вопрос, когда этот шаг назад случится, что должно произойти, чтобы все-таки перестали вот, ну, даже не знаю, перестали что? Шаг назад, когда, вот что, ну, что нужно сделать, чтобы они отступили, с ними еще? Ну, шаг назад нужно сделать, нужно все-таки перестать, в конце концов, вмешиваться в дела другой страны. И вообще, надо, ну, надо быть реалистами, надо понять, что это уже не проходит, это авантюра, что она никакой пользы не принесет никому, она принесет только вред, и, скажем, если наши отношения с Украиной, то чем дальше, тем хуже, и для Украины, и для нас тоже хуже, выигрыша нет никакого, и, значит, все-таки, ну, надо как-то, уже пора трезво подумать, что, ну, вот как-то, как-то выползать из этой ситуации, да, ну, я не говорю там о Сирии, и все, и все такое, просто, дальнейшее движение в этом направлении, оно совершенно бесперспективное, это просто, мы упираемся в какой-то тупик, из которого выхода никакого нет, никакого нет, но вопрос, когда же он, ну, он это поймет, я говорю, он, потому что больше некому, больше никто в России не управляет, решения не принимает, даже по дипломатам он принимал решения, да, и все-таки политика, это же, политика всегда должна быть компромиссной, компромисс должен быть, а мы хотим нет, чтобы нам санкции не водили, а мы, а мы вот выступать не будем, вы, ну, значит, будем дальше это все терпеть. Тут еще один такой штрих был, что все это интервью, которое показал Владимир Соловьев, о санкциях с Владимиром Путиным, в рамках подготовки фильма, очередной новый фильм, в 2018 году, видимо, готовится, а он уже сделал один фильм Соловьев, второй, по-моему, сделал, третий, а как вы считаете, вот образ Путина в российской документалистике, он как будет развиваться, да что они нового могут рассказать о Путине еще? Новых кадрах с прямых линий, что ли, нарезать? Даже интересно. Я, поскольку прожил много лет, я видел много фильмов о Сталине, вот, и Сталин такой, и Сталин, всякой, и Сталин, и Сталин, скажем, когда он прилетает в Берлин, как он сходит там с трапа, как народ ликует, вот, а вот не было еще санликования такого, не было? Вообще-то с трапа нет, вот, ну, разве что там, вот, а есть просто он сходит где-то с трапой, все, и там с кем-то здороваются, да, нет, а надо, чтобы огромные толпы народу были, вот, а вот такого нет, кстати, не помню. если люди с счастливыми лицами, вот это я помню. То есть вот туда будет двигаться, то есть вот эта вот документалистика о Путине будет двигаться в сторону большего вот этого почитания и обожествления и поклонения. Ну, да, естественно, естественно. Побольше народу. говорят, тут уже начинается уже соревнование людей, которые стоят у трона, которые, которые хотят, вот, вот я, ну, они же между собой тоже конкурируются, ревнуются, кто вот лучше, ну, слово лизнет, значит, тут надо потребить еще верно, да, вот, кто это сделает с более, с большим изяществом, вот, наверное, и к выборам эта конкуренция будет все усиливаться и усиливаться. Ну, да, конкуренция будет усиливаться и будет, но мне кажется, что она все-таки будет иметь какой-то обратный эффект, потому что, в конце концов, потому что дело в том, что культ личности, который насаждается, но он не может идти параллельно с критикой. При Сталине был культ личности, и никакого другого мнения о Сталине публично высказать было невозможно. Сейчас все-таки существует интернет, существует радио Свобода, существует там еще что-то такое, вот, то такого настоящего культа личности все равно не будет. Хотя вот есть много людей, которые говорят, но это уже так, как Сталину была искренняя любовь, просто масса людей, вот я помню, мне одна женщина, которая потом была совсем другого мнения, но она, когда ей было 17 лет, она кончила 10 класс, и она шла по Красной площади в демонстрации, она увидела Сталина, она сказала, боже, если бы вот он мне только сказал, умри за меня, я бы немедленно умерла, да, это было искренне, теперешний культ, он такой насаждаемый, ненастоящий, это... Но к этому культу подтягивается молодое поколение, потому что вы видели только что детей, которые сидели вот с Путиным, общались, одаренных детей, там было целое шоу, задай Путину вопрос, и вот ведущая этого шоу, Ират Зейналова, она говорит, что у нас есть один мальчик, он очень долго вот ждал своего часа, и долго-долго это все продолжалось, и он долго ждал, и мы ему дадим сейчас слово, потому что у него была мечта, и кажется, сегодня его мечта сбылась, а собственно слово ему можно уже не давать, потому что она реализовалась в том, что он вас увидел, вот он мечтал, он увидел мальчик, и все, действительно, там, по-моему, он ничего уже не говорил, анимевший, и Надин Путину, по-моему, подозвал, они сфотографировались, все хорошо, вот даже маленькие должны понимать, что перед ними Бог. Да, 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 но все равно, это все-таки для многих людей, это вызывает совершенно другие чувства, и кого-то раздражает, у кого-то вызывает иронию, насмешку и так далее, и все равно нет, такого поголовного все равно нет. Обожания нет, да, вот такого как было, этого они не добьются, то есть не будет. Ну, кроме того, есть просто люди, которые вообще хотят увидеть человека, которого, допустим, не только Путина, а там, кого они видят по телевизору, и вдруг вот он живой, это же, ну, посмотрите даже на любого какого-нибудь, на того же Соловьева, как он идет по улице, наверняка очень многие люди оглядываются на него, подходят, жмут ему руки, независимо от того, они его уважают только за то, что они его видят в телевизоре, а не потому, что он что-то говорит им близкое. Если уж до темы выборов там дотягиваться и заглядывать в нее, вот в предыдущем нашем эфире у меня был гость Борис Надеждин, известный политик, который выступает в телевизоре, вот он честно сказал, что у него есть мечта дожить до России без Путина, не потому, что он его там, он очень лояльный политик, просто ему очень хочется, и я знаю многих людей, у которых есть такая мечта, вот у вас она есть, или вам все равно? Нет, мне совершенно не все равно, у меня уже мало надежды осталось. Нет, ну я же не про надежды, я про надежды ни у кого нет. Возрастом, да. Но просто я уже, я пережил уже очень многих, и у меня был, между прочим, один приятель, известный человек, Антон Авсеенко, он очень занимался спортом, до 90 лет или больше, вот, и все время, когда он подтягивался на турнике, он говорил, надо кое-кого еще пережить. Он пережил очень многих, я тоже многих пережил, но вообще мне хотелось бы дожить до времени, когда бы я понял, вот, когда бы я понял, что вот с этого момента будут люди, они будут на высшем посту пребывать определенный срок, и они будут в свой срок уходить, какими бы они хорошими, замечательными ни были. Или плохими. Да, ну или плохими, да, ну вот плохого человека, ну я беру пример, допустим, Украины, вот, допустим, Ющенко там избрали, президента Ющенко, ну было у него много сторонников, все, он поправил немного, но людям он не понравился, его взяли, переизбрали, да, чего же с Януковичем уже получилось иначе, да, но, во всяком случае, это нормально, конечно, бывает выбор хороший, бывает, бывает удачный выбор, бывает неудачный, но вот это, постоянная сменяемость, это все-таки возможность эту ошибку исправить, вот. Ну да, главное, чтобы он был. Но никогда не продлевать, потому, потому что продление этого срока, это всегда ведет к очень плохим результатам, потому что, когда человек, когда человек остается у власти на неопределенный срок, тогда он может позволять себе делать ошибки, которые он не будет исправлять, я не говорю даже о преступлениях, и когда, и тогда он начинает, и чем дольше он пребывает у власти, тем безнаказаннее все его действия. Каждый человек, даже который, пускай даже с какими-то диктаторскими замашками, но если он знает точно, что он пробует, скажем, 8 лет, и после этого уйдет, он знает тогда, это его будет ограничить, он будет знать, если он будет что-то очень плохое делать, то после 8 лет его могут привлечь к ответственности. То есть вот даже шило на мыло все равно лучше, чем сплошное шило. Да, да, мне, кстати, вот говорят, я не в порядке агитации, мне говорят, вот Навальный будет второй Путин, я говорю, второй Путин лучше, чем первый Путин. Ну и вот, например, хорошо, другой пример Медведев, например, вот лучше, лучше, как он, на ваш взгляд, ну, допустим, он его назначает по какой-то причине новым, в очередной раз преемником, все равно лучше, чтобы был Медведев, чем... Ну, я бы не хотел все-таки. Ну, это понятно, мы же обсуждаем вопрос шило и мыло, по вашей теории лучше. Нет, нет, да, дело в том, что просто, когда он стал, он был настолько зависим, настолько он не был сам президентом, что если его опять сделать, опять на тех же условиях, то это опять будет такой предаток. Да, да, но тем не менее, все равно, вот я хочу подловить вас на вашу теорию, что все равно лучше, что все равно другой. Да, все равно лучше. Нет, и самое главное все-таки, чтобы вот это в Конституции, чтобы точно были указаны вот сроки, вот было нормально, 4 по 4, но только без слова подряд, да, и вот, и тогда Никой, самый плохой, он не может творить все, что ему приведет в голову, потому что он будет знать, вот этот срок, вот будет этот дедлайн, и после него, значит, с него спросят. Вот мы показываем все время у нас в студии за нашими спинами идет парад, вчерашний военно-морской парад в Санкт-Петербурге, в котором принял участие Владимир Путин, безумно богатое зрелище. Я бы, я не знаю, как с точки зрения патриотизма, насколько, наверное, оно кого-то вдохновляет, естественно, но денег туда вложено, ну, немерено, там просто видно, что такие живые, миллионы и миллионы плывут, стреляют за вашими спинами. Вы считаете, ну, я не говорю о телевизионной стороне дела, потому что то, что вот, то, во что это превратило под телевидение, это что-то невероятное. Вот как вы считаете, почему эти парады, и вы знаете, сколько вбухивается каждый год два раза в эти репетиции бесконечные, вы считаете, что для них это, почему они так держатся вот за такого рода, ну, показательное выступление своей армии? Ну, потому что это, эти парады, и это, эти вообще зрелища военные, и парады кораблей, и танки, и эти тяжелые ракеты, которые возят по Красной площади, да, это, это, это замена всего, это вообще как будто у нас других развлечений нет, ведь, скажем, там на Западе, в той же Америке, там это тоже все есть, да, но они не возят там где-нибудь по Вашингтону, и я жил в Вашингтоне, я никогда не видел, чтобы по Вашингтону возили какие-нибудь тяжелые гаубицы, тополя, сипухов, да, тополя американские, да, никогда не видел, это просто, это, ну, вы понимаете, это все равно приведет к тому, что людям это надоест, вот особенно, я, я вот что говорю, дело в том, что когда Путин пришел к власти, он как-то, значит, там помимо Конституции, в которой было написано там что-то, он обратился к самой консервативной части народа, да, в основном ориентировался на ветеранов Великой Отечественной войны, на старых людей, которые там участвовали, они не участвовали, находили с большим количеством, даже не столько орденов, сколько значков там за выслугу лет, там еще с какими-то, вот, обратился и, и ссылался, значит, когда он там предлагал петь этот гимн, и когда еще что-то, он ссылался на мнение, что вот это вот мне небольшое, это было уже обращение к прошлому, и вообще вот и началась политика, обращенная в прошлое, а в то же время она должна быть нормальной, любая политика должна быть обращена в будущее, и надо было рассчитывать не на этих старичков, которые вымирали и вымерли уже, а на ту молодежь, которая к тому времени родилась, подрастала, и вот сейчас она, сейчас она уже подросла, и она уже себя показывает, а ей, ей вообще, это вот ей неинтересно, это еще моему поколению, в моем детстве, это было в какой-то степени интересно, потому что тогда подвиги летчиков, подвиги танкистов, орденайте, они производили сильное впечатление на тогдашнюю молодежь, а сейчас молодежь, которая, у нее есть много разных других развлечений, гораздо более интересных, веселых, вот, а это, в этом же есть, при всей торжественности этого, есть какая-то угрюмость вообще в этих, вот, вот что вот мы там такие сильные, мы там такие... Русские идут. Мощные, да, вот, да, а что мы какие-то, может быть, веселые, мы изобретательные, мы там свободные. Нет, такого нет, карнавала в Бразилии, вот, что-то вот, вот Бразилия делает ставку на карнавал, а Россия делает ставку на военный парад. Вот, 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 карнавал, да. Это вот очень хорошо, я вот записала себе специально две темы, которые мы еще вернемся, людям надоело, это я с вами поспорю, насчет людям надоело, и политика, обращенная в прошлое, но сначала посмотрим опрос, сделанный по вашему заказу, мы спрашивали прохожих, а не вызвали их всех, почему их высылают всего 700 человек, или там, ну, по крайней мере, называл такую сумму Владимир Путин, пока не разобрался, сколько их там. Почему так мало? Не высылают ли всех американцев из Российской Федерации? Давайте посмотрим, что вам ответили. Не нужно ли высылать всех американцев? Мне кажется, если высылать всех американцев, то это может разжечь еще какой-то конфликт, важный, вообще-то, когда вы решили. Мы ведем свою политику достаточно аккуратно, сдержанно, и мне кажется, что таким образом мы бы не поступили никогда. Ну, однозначно нет, это подорвут отношения таким поступкам. Ну, кто плохими намеренными, значит, надо выгонять, а кто хорошими, нормальные люди, и почему бы гонять? Да нет, надо оставлять людей. Я считаю, что в нашу страну могут заезжать разные люди, и мы можем в разные страны заезжать. Почему нет? Почему бы нет? Но я не думаю, что нужно принимать какие-то действия для того, чтобы люди думали, что вот американские такие козлы, так меня слишком плохое. Да, а в Америке думали русские, в полном бандиты, и они, да, не знаю, что там они обычно думают. Да, в любом случае не нужно усугублять конфликт, потому что в последнее время мы и так видим, что слишком негативные отношения у россиян к американцам, и наоборот. И если сейчас принимать какие-то действия относительно большой группы людей, это слишком радикально. Вот, поэтому мы стоим. Моё мнение будет следовать из более пространного ответа. Мы идём по той дорожке, которая ведёт в никуда. И, к сожалению, конца этому не видно. И последние события только это подтверждают. изоляционизм, в конце концов, приводит нас на уровень Северной Кореи и Ирана. Наверное, это какая-то ответная мера. И ещё и дачи в Серебряном Бару отберут у них. Слышали такую версию? Да. Ну да. Ну, глупость очередная. А простых американцев не надо трогать, которые в России? Да, конечно, не надо. Нигде не надо трогать никого. Не поддались на провокацию. Так серьёзно, серьёзно вам ответили, что оставим. Да. Но вы довольны ситатами опроса. где сказала девушка, что плохих американцев выгнать, а хороших оставить. Вот. Я удивляюсь, что она думает, что есть ещё хорошие. А, да? Вот где прогресс-то. Вообще, может быть, нет хороших американцев. Да, действительно, как-то вот это нужно обдумать. Что это вот всё-таки люди не так уж зомбированы, как казалось раньше. Вот по поводу всё-таки людям надоест, вы сказали. Что произошло вечером того же дня, когда мы посмотрели парад? Люди собрались, люди, которые, вы считаете, которым надоест, они собрались на Дворцовой площади послушать хор турецкого. Что предложил им хор турецкого? Вот я включил телевизор, мы все, мы миллионы телезрителей включили первый канал. Сначала турецкий предложил им спеть песню о тревожной молодости. Работа у нас такая, значит, площадь спела. Потом турецкий предложил им спеть песню и вновь продолжается бой, площадь спела. Есть люди, которые даже не верят, что это случилось, но мы вам покажем крошечный фрагмент и вновь продолжаем. Ну, давайте покажем фрагмент, чтобы просто поверили, что да, вот это пели. Вот давайте. Вот, значит, спели про Ленина, потом спели комсомольцы-добровольцы, потом спели «Надежда. Мой компас земной» чуть позже. Вот это производило тяжелое впечатление. Это очень хорошая песня. Мне странно это говорить автору изумительной совершенно песни на пыльных тропинках, которые можно петь и петь. Это же хорошие, это советские хорошие песни. Белодичные, прекрасные, но в песне о тревожной молодости нет никакого криминала, соответственно. Но, тем не менее, это такой некий ужас все-таки у вас возникает, когда эти люди вот с горящими глазами, вдохновенно, это нужно было видеть, как вся эта площадь подхватывает и поет «Забота у нас такая, работа наша простая, жила бы страна родная». И нету других забот, хотя действительно, к сожалению, они есть. Украина, вот где забота настоящего русского человека. Что вы об этом думаете? Вот вы говорите, надоест. Вот это не надоедает. Это стилистика, не надоедает. Ну, вообще, песня – это такой жанр, который особым образом действует на людей. Я вам скажу, такой из своей биографии, такой случай, я когда был, ну, в советское время, я единственный раз был, мне разрешили поехать в Чехословакию на 20 дней. Вот. Ну, до этого я, правда, еще в Польше служил в армии. Вот. И я поехал туда, это было накануне чешских событий, накануне, так называемой, чешской весны. Точнее, это была осень 1967 года. И я и в кругу чехов, мыслящих примерно так же, как я, я был, вообще-то говоря, очень сильно антисоветски настроен, значит, и все такое. И мы всю ночь пели песню о Сталине, да? Потому что, ну, это бывает смешно. И, может быть, люди, когда поют, или они такой молодой, может быть, смешно. Это такой прикол, говоря сегодняшними словами. Мне так и показалось. Мне так и показалось, что им было хорошо. Им было не смешно, им было хорошо. Песни о Сталине, они в каком-то, в какое-то время, наверное, начали звучать как очень смешные песни, да? Сталин, наши слова боевые. А мелодии, кстати, там обычно были, были приличные. Поэтому сейчас, я не знаю, мне не кажется, что те люди, которые пели Елене, такой молодой, что они действительно к Ленину испытывают какие-нибудь позитивные чувства. Я думаю, скорее всего, нет. К Сталину еще может быть. Но они испытывают позитивный чувство к времени, к этой стилистике, конечно. Ну, хор турецкого, кроме всего, он вообще на самом деле хороший хор, и они тоже заражают, в общем, когда они... Советским. ...когда они выходят, да. Но по-разному. Люди очень любят песни советского времени, вообще. Потому что они чаще мелодичные, они чаще профессиональные, там и тексты обычно, какие бы ни были, но они все равно... Но на вас депрессивного впечатления это не производит, что годы идут, эпохи меняются. Нет. А вот эта площадь, вам включают площадь. Любой концерт, кстати говоря, любой концерт, любые там, каких-то дни милиции, медицинского работника, он будет нафарширован вот этими старыми песнями о главном. Вы в этом никакой символики не видите. Такой вот попыток сохранения. Мне-то кажется, что все-таки есть во всем попытка сохранить то время. как бы, даже я не знаю, как это выразить, но чем дольше вы храните старое время, тем больше вы будете обращены в прошлое, тем больше будет та политика, которую вы говорили, нацеленная назад. Нет, нет. Но это вы правильно говорите, но мне это не нравится. Я даже не знаю, какие слова подобрать, потому что это вообще действительно это обращение к прошлому, о котором у меня воспоминания очень негативные, и вся эта символика, стилистика того времени мне, естественно, не нравится, и больше того, меня это очень тревожит, и просто, ну, я не люблю такие слова говорить, но как гражданин, мне крайне обидно, что наша страна вот так застряла в каком-то таком месте, и не то, что даже остановиться не хочется, а все пятится назад, и пятится назад. У нас часто говорят, ну, у нас уже 37-й год, но я бы сказал, что 37-го года еще нет, а 70-е вполне, 70-е годы, вот примерно, ну, какая-то разница есть, но есть то же самое, значит, митинги разгоняют, людей сажают, примерно такие же обвинения, ну, дают не по 7 лет, а по 2 года там, вот, а теперь уже начали и выгонять кого-то, потому что, например, вот этого, сейчас выгнали, как его фамилия, главный редактор газеты ведомости, да, лишили гражданства. Он хозяин, владелец, Демьян Кудрявцев. Да, да, Кудрявцев, да, лишили его гражданства, потому что там у него там израильский какой-то, но он родился, он родился в России. москвич, конечно. Ну, да, он, по-моему, ленинградец, он в Ленинграде родился. Да, в Москве очень много лет живет, я имею в виду не по рождению. Нет, но по праву рождения имеет право на гражданство, и его могут лишить любого другого гражданства, но по праву рождения его нельзя лишать российского гражданства, его лишают. Как-то вот давно же этого не было, вот с ваших еще пор как-то, казалось бы, притормозили с этим, лишать гражданства. Да, да, Террористов, понятно, там законопроект какой-то вводить, ввели, лишать гражданства террористов, но вот почему-то вдруг стали снова... Да, террористов не обязательно лишать, террористов надо сажать, и дело в том, что у нас, и в Советском Союзе, людей расстреливали, не лишая гражданства, видите, поэтому у нас в тюрьмах очень много сидит людей, не лишая гражданства. То есть и это возвращается, и это, получается, возвращается. Да, да, да. Возвращается очень много вообще, и возвращается примерно... психология, массовая психология возвращается к тому времени. Примерно люди... Но все равно, я не знаю, мне неудобно говорить, но вы знаете, я все-таки, как говорят, осторожный, очень осторожный оптимист. Я думаю, что это дело все-таки скоро кончится, потому что это невозможно. Это невозможно. Наша страна уже выглядит просто дико на фоне других цивилизованных стран. Может быть, если бы мы жили в окружении северных корей, да, то мы бы выглядели еще как-то. Но мы же живем в окружении все-таки стран, живущих по другим законам, живущих там, где есть законы, способствующие нормальному развитию отдельных людей, нормальному развитию всего общества и к благополучию ведущему. А у нас вот все в другую сторону. И бессмысленно совершенно. Бессмысленно. Вот эти вооружения, вот эти вооружения, они все бессмысленны. Если бы наши сейчас, если бы мы вели себя нормально, то в этом не было бы никакой причины. Наплевать было бы, приблизилось к нам НАТО, да оно бы не стало приближаться. А если бы приближалось, то нас бы это не беспокоило. Да мы и сами могли бы в него войти, да, в это самое НАТО. это, но мы вокруг, мы окружены врагами, наше положение материальное ухудшается. В общем, это все равно долго, это противоестественное существование. Попросила своих друзей, подписчиков на Фейсбуке, задавать вам вопросы. Буду читать их сейчас, они приходят. Вот Савушкин Владимир спрашивает, хотелось бы узнать, где тот предел, после которого Войнович эмигрирует из России. Где ваш личный предел, например, у Чистякова, это закрытие свидетелей. Вот, пожалуйста, ваш предел. Мой предел, ну, я не знаю, я в свое время добровольно не уехал и сопротивлялся даже до каких-то крайних пределов. Поэтому я не знаю, но мне сейчас, мне, честно говоря, иногда так надоедает вот все это наблюдать, вот, что меня это физически как-то и материально прямо не касается, как будто пока, да, вот, но просто мне становится очень тошно от одного этого, вот, и иногда, честно говоря, хочется уехать. С другой стороны, ну, че, если мы все уедем, то что будет? Кому мы это оставим? Да, да. Обидно будет, конечно. Вопрос, вот такой, вот два человека, один задает вопрос, а второй с ним полемизирует, и поэтому вам придется ответить и на вопрос, и на комментарий к нему, вопрос, когда ваш, А, но я хочу сказать, вы знаете еще, извините, я перебил вас, но если меня начнут выгонять, я все равно добровольно не уеду. Вы как Саакашвили. Вот так. А? Как Саакашвили. А, как Саакашвили. То есть вы нас организуете, и мы за вас пойдем там под этот, под Кремль. Ну, пойдем все. Пойдем все вместе, да. Итак, когда ваш народ, ваш народ, видимо, пишет человек с Украины, отдаст награбленное, при этом ему отвечает другой корреспондент, отвечает лично, я, как часть российского народа, у других народов ничего не крал. У вас к Путину вопрос, Войнович при чем? Два человека между собой поспорили. Да, конечно. Один вас спросил, когда ваш народ вернет награбленное, а другой ему пишет здесь же, что при чем здесь Войнович, это же Путин. Да, да, да. Ну, я даже не знаю, что сказать. Да, вот что сказать. Так давайте отвечать на первый, когда ваш народ вернет награбленное. Я, между прочим, вчера давал интервью какому-то украинскому телебачению, вот, и я сказал, что Крым это, Крым я бы сравнил, знаете, с чем? С почкой, оторванной у другого человека, третья почка пришита к своему организму, вот, которая, даже если она здоровая, она все равно начинает отторгаться, и она здоровья человеку не прибавляет, поэтому там Крым сравнивается. Еще и заражение начнется. Крым сравнивается с чемоданом без ручки, да, а я, значит, с третьей почкой сравниваю. Я думаю, что, мне кажется, я не знаю, я социологическим этим исследованиям не очень верю, которые проводятся, но мне кажется, что все-таки многие люди начинают сознавать, что все лишения, которые уже наступили и ждут нас, не стоит того, чтобы было забирать Крым. Вот, поэтому я не знаю. Поэтому вы надеетесь. А? Вы надеетесь, что это когда-то случится. Ну, когда-то случится, это просто не случится, потому что там, я знаю, что для Украины это очень болезненно, и когда-то кто-то говорит, там, кто-то говорит, что вот я приду к власти, я сразу отдам Крым. Это просто ни у кого не получится, к сожалению, значит, поэтому, ну, вообще, все это можно было, и там, как, не брать Крым какой-то, а способствовать развитию, там, русской культуры, русские дома культуры, русские университеты. Если бы у нас были прежние, хорошие отношения с Украиной, то влиянию российского на Крым никто и не препятствовал никак. Там Лужков, я помню, туда ездил, что-то такое открывал, и все такое. А все наши рассказы, между прочим, о том, что мы заботимся о русских, о том, что русские – самый разделенный народ, и все такое, то объединить его есть очень простой способ призвать всех русских вернуться в Россию. В России пространства хватит 25 миллионов. 25 миллионов, в Москве почти столько же, да, а по всей России можно расселить, построить коттеджи, дать землю, по корове каждому, вот, и пускай живут, если мы так заботимся. Не обязательно с оружием в руках приходить туда, где они живут. Ну, вот та же татарка Зоя задает аналогичный вопрос, когда ваш народ выступит против войны. То есть уже не только выступит против... Когда он поймет, наверное, я бы так сказала, когда он поймет, что он вообще-то на войне, потому что ему рассказывают, что ни на какой, не на войне. Ему говорят, что война чужая, поэтому сложно ждать от него поступления эти военные. Ну, да, 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 но народ – это понятие такое, вы знаете, народы очень редко выступают против войны, они выступают против войны, когда их самих ждет поражение, вот, и тогда... Ну, бывает антивоенные настроения, все-таки это... Они бывают чаще в свободных странах, где и то не сразу, например, американцы выступали массово против войны, ну, просто когда уже Америка стала терпеть поражение во Вьетнаме, и все такое, и в конце концов... И все-таки это люди выступали, их за это не били дубинками по голове, им не давали за это сроки и так далее. Значит, народ... Народ... Кроме всего, народ, который находится под влиянием пропаганды, он редко поднимается, значит, вот на какой-то массовый такой протест. Неутешительный прогноз, но какой есть. Да, ну и... Ольга из Орла, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Я на ночь могла вам дозвониться. Еще раз выражаю благодарность, что вы просто есть, потому что иначе, ну, конечно, источники есть, информации, но я к вам привыкла уже года 3-4 вот вместо телевизора слушаю вас и другие тоже радиостанции. А в частности, только вот хотела сказать, я не сначала слушала, как раз вот когда были дебаты Навального с вот этим Гиркиным, вот, и я все думала, почему он не скажет, когда вот Гиркин твердил, что разеленый народ, русских надо защищать, почему он не скажет, пусть русские возвращаются сюда, ведь это же элементарно. Не надо ехать к ним там и воевать по всему миру, и в Америке очень много русских, но им речь же не идет, что мы на штаты идем войной, чтобы защитить каких-то русских. Ну, это так вот, отступление небольшое, а так, в принципе, я согласна с уважаемым Владимиром Войновичем, поучу, к сожалению, не знаю. Владимир Николаевич. В принципе, это очень, думаю, что боюсь, длительный процесс, потому что никаких нет, как сказать, предпосылок, потому что что-то там прозревается, сознание меняется, а я вижу только ухудшение, как я в принципе говорила, вот сейчас настолько, вот за последние несколько лет даже вот в окружении, мы же живем в окружении людей, тем более в провинциальном городе живу, и вот это, как это сказать, сознание уголовника, менталитет, который пропагандируется сверху, он настолько, мне кажется, уже как бы пронизал большинство людей, просто уже даже вот страшно становится, вот это вот вырвие глаз, вырвие слабого, вот эта вот манера общения, просто вот даже страшно становится, и уже даже начинается. Да, Ольга, спасибо большое, так сказать, депрессухи нам сюда немножко подлили. Я хочу сказать, что если Россия начнет всех русских освобождать на разных территориях, то в некоторых местах русские станут с оружием в руках сопротивляться, который там жил. Да, интересно, интересно. И это освобождение начнется с Брайтон Бич, например. Да, да. Вот это тоже интересно будет, посмотреть эту схватку, вот этих вот, которые мы видим сейчас на экране, и тех, кто там, и жителей. Посмотрим. Очень интересно. Новый роман. Брайтон Бич против военно-морского флота Российской Федерации. Вполне. Ну, я, у меня еще много вопросов от наших, вот, от моих, по крайней мере, читателей, ваших читателей, скорее всего. Итак, важный вопрос. Спрашивает вас Александр Багно о ваших планах. Что вы пишете сейчас, что собираетесь написать об Украине? Говорит, не спрашиваю. Мы пока, мы сами разберемся. Не спрашиваю. Ну, хорошо. Пусть разбираются сами. Вот. Ну, я пишу какую-то новую книгу о русской провинции. Так вот, я скажу, в общем, подробностей пока не буду. Не будем. Ирина из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, Путя. Здравствуйте. Может, несколько запоздало, но я просто хотела сказать про турецкого. Дело в том, что турецкого, ну, не знаю, Вадим Николаевич, наверное, это знает, был концерт в Калифорнии. Недавно. И в Берлине недавно. Да. В Берлине тоже. И он, соответственно, вот этот репертуар давал на этом концерте вот там, то есть в зале. Также люди его радостно там встречали и так далее. Поэтому здесь он просто не повторил, просто очень жалко, такой хороший хор использует себя в совершенно вот каких-то таких не очень хороших целях. Ну, все. Да, спасибо большое. В Берлине точно такой же он устроил аналогичный концерт с всеми же письмами, с той же риторикой. И счастливы были прийти туда русские, которые там живут, в Берлине. Я говорю, но просто песни воспринимаются вообще не так, как, например, как, например, просто стихи или как, тем более, проза. Песня там как-то и мелодия, и слова, если они, а если они просто складные, они уже, и люди вкладывают тут много, и Ленин такой молодой, наверняка многие поют с юмором, и это могут в пьяной компании петь люди, которые... Нет, вот, знаете, в пьяной компании я не возражаю, потому что в пьяной компании поют то, что помнят. А что помнят люди? Это, конечно, свое прошлое, естественно. Выпишешь, не вспомнишь ты никакую новую песню, конечно, вспомнишь старую. Это нормально, вот это как раз нормально. Но когда вот это культивируется, культивируется, когда вам это предлагается петь на площадях и становится гвоздевым номером программы вот эти папури и советские песни, это уже немножко вызывает вопросы. Но мы слушаем Игоря Владимировича из Москвы. Здравствуйте. Добрый вечер. Ой, Михайлович, Игорь Михайлович, извините, пожалуйста, Михайлович, да, неправильно прочитал. Постоянно. Да-да-да, спасибо большое. Да, постоянные ваши слушатели в 1972 года. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Добрый вечер. Еще раз. Елена, да. Ну, я вас считаю классиком, потому что я вас начал слушать еще в 80-е годы по приемнику ВЭФ Кавушской области на пригорке, когда читали Чонкина. Да. Это же ваш роман. Да, это мой, да. Но читал не я, я читал «Москва-2042». Да-да-да-да, нет, читал другой автор. Это было в 80-х годах. По полчаса я читали. Вот. Ну, естественно, с помехами, с глушилками, но все равно я слушал. У меня к вам вот такой вопрос. Вышло два фильма по вашему роману, так называемому сатирическому, я бы так сказал бы. первый двухсерийный фильм, где играл Зиновий Герд. А второй уже более поздний. Ну, первый фильм вышел во времена, как бы сказать, есть, но, по-моему, киностудия Масфильм, если я не ошибаюсь. А второй вышел многосерийный. Ну, просто его смотреть как бы так, и даже не поймешь, о чем. Но первый фильм очень сильный с участием Зиновий Герд. Вот как вы относитесь к этим двум фильмам? Вот первый и второй, который вышел. Вы их видели? Ну, да, я с вашей оценкой в целом согласен, хотя, значит, ну, во-первых, первый не двухсерийный, а односерийный, он идет всего 90, ровно 90 минут, и все. К сожалению, не двухсерийный. Вот. Там не только Герд, а там и другие замечательные актеры наши играют. Вот. Да. Дело в том, что этот фильм делал гораздо более опытный режиссер, чем режиссер Кирюшенко, который делал сериал. Это делал Иржи Менцель, он был лауреат премии «Оскар». Вот. Так что, с большим опытом. Ну, в общем, оценка нашего слушателя примерно совпадает с вами, что удачный. Примерно совпадает, но в том, в этом сериале там тоже есть. Тоже есть находки. Да, Кирюшенко, он такой, он сторонник таких бурлесков, знаете, вот, и там много такого, много от себя, сочетательный там, вот, иногда смешно. Вот у нас на связи два звонка, Нижегородская область и из Петербурга Виктора Александровича. Я всех, вот, всем дам слово, но очень короткий вопрос задает Валерий Буряк, он задает два вопроса. Будет ли предложение Москва 2042 и будет ли в России чемпионат мира по футболу 2018? Ну, чемпионат мира по футболу, так, мне кажется, что будет, если это... Если... Под санкции не попадут. Или поданьте, поданьте санкции, ответные санкции России, а мы вам в ответ не пустим. Да, вот очень хорошо, продать билеты, вот, хорошая идея, да, нам с вами кто-то должен заплатиться. Да, да, продать им, продать им. Продать билеты и не пустить. Вот, да, значит, кстати, это компенсация тех трат, которые Россия понесла на других санкциях. Что касается продолжения, я продолжение писать пока не собираюсь. Мы уже боимся, ваших продолжений, ваших романов типа 2042. Но у меня, если бы я написал, продолжение было бы немного не такое. У меня более оптимистический прогноз на продолженное время. Вот это. Я бы сказал, что уже много сбылось из того, что было предсказано на 2042 год, пора переходить к другому развитию событий, а другое развитие событий, я не знаю, будет, когда вот закончится вот эта эпоха, начнутся какие-то перемены обнадеживающие. Чем кончится, не знаю, кончится, может, плохо, но надежда опять на что-то хорошее возникнет. Хорошо. Владимир из Нижегородской области. Здравствуйте. Здравствуйте. И у меня вопрос такой к Владимирову Николаевичу. Что будет, если американцы перестанут выдавать русским гражданам визу? Вот простой вопрос. Спасибо. Я думаю, что они не перестанут выдавать визу, потому что это противоречит вообще всей политике Соединенных Штатов, с самого зарождения. Поэтому я думаю, этого не будет. Просто медленно, будет сложно, долго. Нет, они могут ужесточить это, они могут какие-то еще группы людей подвергнуть астракизму своему, но вообще они не перестанут выдавать визу. Виктор Александрович из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. Значит, вот в Малиновом Пеликане вы очень много пишете о миллиардах утекающих за рубеж, о олигархах, жиреющих, лопающихся от жирах. Вы об этом очень много пишете. Но ведь надо все-таки корень явления какой-то искать вот этого всего, что сейчас творится. А корень этот, несомненно, правления Ельцина. У вас что-то об этом ни в каких ваших произведениях я не видел. Вот как вы относитесь к тому, что Ельцин это корень вот всех тех явлений, которые мы наблюдаем сейчас, сегодня? Ну то есть, вот скажите, я просто вас спрошу, вы считаете, что не было бы Ельцина и не было бы этих явлений, которые сейчас наблюдаются? Вот представьте, вот Россия Путинская без Ельцина предыдущего, этого бы не было. Так, ни олигархов с миллиардами, с спрошенными миллиардами. Хорошо, ну понял, спасибо. Спасибо, мало времени. Вы знаете, что если бы я написал продолжение «Москве-2042», сам скажу, «Москва-2082», я бы написал там какое-то общество, где очень много олигархов, все бы говорили, что виноваты Ельцин и Гайдар. Ельцин и Гайдар. Дело в том, что я не знаю, насколько виноват Ельцин, я вообще не защитник Ельцина, но я не думаю, что вот уже Ельцина просто уже почти два десятка лет как нет у власти, во всяком случае, да, и все время Ельцин виноват, но за это время можно исправить. Вы знаете, что, например, скажем, если говорить о всех наших этих недостатках, там Германия была разгромлена, она вся лежала в руинах, но через 20 лет это было уже цветущие государства. Все ошибки 90-х, если они были, их можно было исправить. Кроме всего, ну, вообще проблема сложная. Короче говоря, времени было достаточно для того, чтобы уже забыть, если были ошибки, то... создать еще больше элигархов, или разорить тех, кто есть. и хватит сваливать на Ельцина. Очень короткий вопрос, в заключение, вот мне пишут, будет ли выставка ваших картин, если да, то когда? Да, будет выставка моих картин, у меня будет, я прошу прощения, у меня будет юбилейное выступление в Доме литераторов. Мы вас прощаем за них. в Доме литераторов 26 сентября этого года, и там же будет моя выставка. Ну, здорово, все приходим 26 сентября, каждый год мы с друзьями ходим к Владимиру Николаевичу на выставку. Приходите все, если поместитесь. Пойдите, поместимся, до свидания, мы постараемся, мы уплотнимся, у нас санкции, мы там поедим поменьше там, что там хамоны, и придем. До свидания, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин